Добрый вечер любители видеомонтажа С вами DenzyKiss, он же Штромкэт Сегодня я хочу показать пару примеров Захвата экрана с помощью FMPEG Конечно, FMPEG умеет захватывать как отдельные приложения Так и области на экране Но все-таки захват экрана является самораспространенной задачей Для тех, кто не любит слушать мои бла-бла-бла Достаточно перейти по ссылке в описании Скопировать шаблон Скачать ScreenCaptureRecorder с GitHub Скачать FMPEG Все это распаковать Запустить интерпретатор То есть SMD То есть окно команд В шаблоне заменить мои устройства на ваши Нажать Enter И вы готовы захватывать в очень хорошем качестве Ваш экран Ну а для тех, кто любит послушать разные ЦРФ ВБВ РГБ Матрицы Скайла какого-нибудь Цветовые диапазоны Эфир Ну, тех мы приглашаем к просмотру Перед началом для пользователей Windows Хочу напомнить некоторые правила Если вы их не сделали до сих пор Если вы четко не объяснили Microsoft Что вы И именно вы Являетесь хозяином вашего ПК Нужно сделать следующие вещи Это Отключить и удалить УАК Отключить и удалить Антивирус Microsoft Или другой Софтерный ваш антивирус Программу устанавливать От лица администратора С правами администратора Запускать их Также с правами администратора Когда вы запустите SMD Окошко Вам нужно нажать будет Правой кнопкой мыши На заголовок окна И В настройках Выбрать шрифт Lucida консоль Потому что он поддерживает Кириллицу И также желательно выбрать Коды page УТФ8 Кодировка страницы УТФ8 Напомню, она делается с помощью команды Коды page Нет Change коды page 65.001 По-моему так И у вас будет В окне кодировка УТФ8 Для отображения Русского шрифта Еще одно замечание Которое я хочу сделать Это то, что мой компьютер Достаточно старый Поэтому я использую Кодирую видео на Центральном процессоре Если у вас Новое железо То можно задействовать Аппаратное ускорение С помощью видеокарты Что Значительно Увеличит Производительность Кодека Для Видеокарточек От AMD Я рекомендую Либо X264 IMF Либо Либо X264 ВААПИ Либо ХЕВК IMF Либо ХЕВК ВААПИ Ну а для тех У кого Видеокарточки От NVIDIA Я рекомендую Либо X264 NVENG Ну либо ХЕВК NVENG Ну либо Другие кодеки Которые поддерживают Аппаратное ускорение С помощью видеокарты Для того чтобы Посмотреть список Доступных Кодеков В FMPEG Воспользуется Командой FMPEG Encoders Он вам Выведет список Видео И аудио Кодеков И вы можете Выбрать Какой вам Подходит Ну вот Например Есть NVIDIA NVENG А есть ХЕВК Есть ХЕВК IMF О которых Я упоминал И Которые Скажем так Наиболее Оптимальное Для Обладателей Современного Сильного Железа Переходим Переходим к следующей части Переходим к следующей части Можно Необязательно С Виртуальных Или Реальных Устройств Захватывать Видео Можно Через API Windows GDI Grab Это Грубо говоря Кнопка Print Screen Когда вы нажимаете Кнопку Print Screen Происходит Снимок Экрана И GDI Grab Использует Именно эту Функцию Фактически Захват Через GDI Grab Например С Фреймрейтом 60 Означает То что вы 60 раз В секунду Нажимаете Кнопку Print Screen Ну конечно Это Некоторые Костыли Это Неоптимальное Поэтому Очень хороший Человек На Github Написал Для нас Виртуальные Устройства Захвата Аудио И видео Которые Мы будем Использовать И которые Доступны Windows Через API Direct Show Итак После того Как вы Скачали Последний Fmpeg 501 Скачали И установили Screen Capture Рекордер С Github Я думаю Желательно Перезагрузить Компьютер Хотя возможно Это не обязательно Нам нужно Проверить И убедиться Что Fmpeg Видит Наше Виртуальное Устройство С которых Мы будем Осуществлять Видеозахват Для этого Воспользуемся Командой Fmpeg List Devices В данном Случае Мне доступны Screen Capture Рекордер Виртуал Аудио Капшер И Цифровое Аудио NV24 Это моя Видеокарточка В данный момент У меня Не подключен Ни микрофон Ни USB Вебкамера Если бы Они были Подключены Они бы Соответственно Отобразились В списке Устройств Direct Show И Были бы Доступны Для того Чтобы С них Захватывать Видео И Аудио После того Как мы Убедились Что устройство На компьютере Присутствует Давайте Посмотрим Опции Данных Устройств Для Screen Capture Recorder В моем Случае Доступно Разрешение 1920 на 1080 С Входящими 30 fps И Некоторыми Цветовыми Пространствами Такими Как BGR BGR24 YQV 4.2.0.P Которые Кстати Используются Транскодерами Ютюбе И Твич ТВ Ну что ж Опции Мы запомнили И Посмотрим Опции Виртуал Аудио Кэпчера Данные Опции Нам нужны Для того Чтобы Мы могли Их Указать FMPEG И Соответственно Получить Хороший Результат Не Получить Никаких Ошибок Виртуал Аудио Кэпчер Доступны Два Канала 16 бит И Аудиорейт 48 кгц Вот эти параметры Я и укажу Для FMPEG Следующее Что Желательно Посмотреть Для общего Развития Это Контейнер В котором Будут Собраны Стримы Аудио И видео В моем Случае Это Матрешка Она же MKV Потому что Это Самый Прогрессивный Самый Лучший Контейнер И я Использую Его Во всех Своих Видео Параметры Муксера Соответственно Смотрятся Команды Help Moxer Посмотрели Приняли К сведению Мы видим Что нам Рекомендуют Для Контейнера Матрешка Использовать Видеокодек X264 Вот так и Сделаем Нам рекомендуют Аудиокодек Warbis Это Хороший Кодек Но мы Сделаем Лучше И нам Рекомендуют Субтитры S Я Не буду Добавлять Пока что Стрим Субтитры Итак В моем Случае Так как Я кодирую На Центральном Процессоре То для Кодирования Видео С потерями Я использую Кодировщик Либ X264 А если Мне нужно Захватить Видео Без Потерь То есть Лослес Я использую Кодек Ютей Видео В сегодняшнем Примере Я буду Кодировать С потерями С помощью Кодека Либ X264 Для того Чтобы Посмотреть Справку Нужно Нажать Health Encoder Либ X264 Параметров Как вы видите Достаточно Много Кодеку Я не Рекомендую Писать И использовать Те параметры Значения Которых Вы Не Понимаете Потому Что Сами Авторы Программисты Либ X264 Оставили Нам Достаточно Мощные Инструменты С Самыми Лучшими И Оптимальными Настройками Которые Устанавливаются С помощью Параметров Preset Tune И CRR Ну что Ж Мы Получили Исчерпывающую Информацию О наших Устройствах О Контейнере Для Видео О Видеокодеке И Мы Через Shift И Правой Кнопкой Мыши На папке С Fmpeg Запускаем Окно Команд Если Вы Не хотите Каждый Раз Кликать Правой Кнопкой Мыши Через Shift На папке С Fmpeg То Вам Нужно Будет Зайти В Настройки Windows Зайти В Настройки Переменные Среды Создать Переменную Пав И Указать Абсолютный Путь К папке Где лежит Fmpeg Ну К примеру Вы кликаете Создать Переменную Имя Переменной Пав Значение Ну например D Двоеточие Обратный Слэш Fmpeg Все Нажимаете ОК Применить Сохранить Перезагружаете Компьютер И теперь Вы можете В командной Строке Из любого Места Запускать Fmpeg Не обязательно С С С Д Или с какой-то Определенной Папки Windows Теперь Всегда Будет Знать Где Искать Fmpeg Также В эту Папку Вы можете Положить FF Play И FF Probe Также Мощные Инструменты Для Анализа И проигрывания Видео Ну что ж Окно Запущено И мы Готовы К захвату Видео Fmpeg Указывать Не обязательно Хайт Баннер Чтобы Сделать Окно Менее Информативным Избавиться От Излишней Информации Трид Кью Сайз Это Буфер Так как Пакеты В муксер Поступают Не одновременно Пакеты Видео И аудио И Чтобы Решить Эту Проблему Мы Указываем Буфер Настройку Указывать Не обязательно Если Вы Видите Желтое Предупреждение Что Нужно Увеличить Трид Кью Сайз Вы Соответственно Можете Его Увеличить Если Предупреждения Нет То Писать Не обязательно Я Использую Трид Кью Сайз Буфер С параметром 2048 И все Ок Далее Мы Указываем Муксер Директ Шоу Так Как Будем Использовать Устройство Директ Шоу RT Буфер Сайз Означает Буфер Реального Времени Он Необходим Для того Если У вас Слабое Железо И Кодек В режиме Реального Времени Не успевает Закодировать Всю информацию Кадры Будут Посылаться Буфер Но Решение Это Временное Так Как Все Так Со Временем Буфер Переполнится И Начнется Пропуск Кадров И Ваше Видео Испортится Поэтому RT Буфер Сайз Это Хорошая Страховка Но Если Вы Видите Что Идет Потеря Кадров Необходимо Остановить Запись И Уменьшить Настройки Графики Чтобы Увеличить Производительность Больше Всего На Производительность Влияет Фреймрейт Кадры В секунду Я Использую 30 У меня Слабый Компьютер Но Можно Использовать И 25 У кого Компьютер Еще Слабее Также Очень Сильно На Производительность Оказывает Влияние Цветовое Пространство На Мощных Компьютерах Можно Использовать YQVJ 4.4P Например Или 4.222P Как у меня А на Слабых Желательно Использовать YQV 4.2.0P Пиксель Формат Это Я указываю Как будет Преобразовываться Цвет В Screen Capture Recorder И BGR24 Самый Лучший Выбор Дальше Мы I Это Устройство Наше Устройство Называется Screen Capture Recorder Вот мы Указываем Screen Capture Recorder На этом С устройством Захвата Видео Мы Заканчиваем Все То же Самое Буфер Устройство Direct Show Буфер Channel Layout Stereo Указывает О том Что У нас Два Канала Аудио Далее I Устройство И Имя Нашего Устройства Virtual Audio Capture Далее Пойдут Некоторые Тонкие Настройки Которые Недоступны Например Для Стримеров И Пользователей ОБС Скажем Так Для Большинства Из них Если Вы Смотрели Какие Нибудь Стримы Неважно На Ютьюбе Или На Твич Тв В Полном Окне На Хорошем Мониторе То Вы Могли Заметить Что В Динамичных Сценах В Каких Нибудь Шутерах Где Все Взрывается И Ребит На Экране Изображение Начинает Распадаться На Блоке Это Явление Называется Артефакты Видео Связано С тем Что С И Стример И Транскодер Ютьюбе И Твич ТВ Не Используют Не Фильтры Деблокинга И Не Используют Правильные Настройки Кодировщика Леб И 264 А Все стримы Реалтайма Что На Твич ТВ Что На Ютьюбе Кодируется Исключительно С Леб И 264 В Моем Примере У Меня Будут Использованы Специальные Фильтры Для Деблокинга И Соответственно В Ваших Видео Никаких Артефактов Не Будет Почему Используется Фильтр Комплекс А Не Видеофильтр Или Не Аудиофильтр Потому Что У нас Два Входа У нас Два Устройства Два Входа Если Устройство Больше Чем Одно Нужно Использовать Фильтр Комплекс Итак Фильтр Комплекс Кавычки Открываются Дальше Все Фильтры Будут Указаны Через Запятую Фильтры Фильтры Которые Относятся К разным Стримам У нас Два Стрима Стрим Видео И стрим Аудио Такие Фильтры Перечисляются Через Точку Запятой 0 0 Означает Первый Стрим Первого Потока Это Видео Для Видео Я Использую Фильтр Scale С параметрами Диапазон Full И Выходной Диапазон Full Дело В том Что По умолчанию Этот Диапазон Он Limited И Также На Ютюбе И Твич ТВ Используется Limited Диапазон Поэтому Идет Сильное Перевирание Цветов Исходного Материала И того Которое Вы видите На выходе Чтобы Этого Избежать Нужно В матрице Которая Производит Эту Преобразование Цветов Указать Полный Диапазон Далее Некоторые Параметры Матрицы SVS Scaler Оно Отвечает В том числе И за мыло Дело в том Что и на Ютюбе И на Твич ТВ Вы могли Заметить Что Изображение И границы Пикселей Очень Сильно Замылены Вот Чтобы Избавиться От мыла Нам Будет Так же Нужно Указать Некоторые Видеофильтр Собственно Для SVS Scaler Я использую Такие Параметры Это Bit.xz Аккурат Раунд И Полная Хрома То есть Полный Цвет Дальше Я использую Следующий Фильтр Это Фильтр FPS Собственно У меня Выход 30 FPS Поэтому Я указываю Значение Фильтра В 30 Следующий Фильтр Очень важен Он так и Называется PP Подробности Об этом Вы можете найти Просто Использовать CTRL F Поиск В официальной Документации Это Фильтр Деблокинга Он имеет Очень много Настроек Но так же И Пресеты В данном Пресете FA Около Пяти Настроек И Собственно FA Это Fast Деблокинг Так же Есть Пресет Качественного Деблокинга И Еще Один Пресет Но Меня Полностью Устраивает Fast Деблокинг Все С фильтрами Покончено Мы указали Полный Цветовой Диапазон На входе И на выходе Мы Указали Как правильно Цветовые Пиксели Должны Соотноситься Друг с Другом Указали Фильтр FPS И Указали Фильтр Деблокинга Соответственно Все это Нужно Как-то Назвать Чтобы Оно Попало На выход Поэтому Мы Даем Этому Сету Из Фильтров Имя V И Закрываем Кавычки Мы Закончили С Фильтр Комплекс Теперь Нужно Указать Мэппинг Потому что У нас Появилось Несколько Стримов На выходе Это Стрим 00 Стрим 1 0 И Стрим V А на выходе Я хочу Видеть Только Стрим V И Стрим 1 А Собственно Можно указать Как 1 0 Так И 1 А Это Будет Означать Одно И Тоже Собственно Это Означает Что Из 2 Входного Потока Мы Берем Аудио Стрим Покончили С Фильтром Покончили С Мэппингом Теперь Нам Нужно Указать Параметры Кодеков Для Кодека Аудио Очень Простая Настройка Кодек Копи Все Что Попадает В Виртуал Аудио Кэпчур У меня Идет Прямо На выход В Несжатом Формате Мы Видели Уже При Просмотре Настроек Видеал Виртуал Аудио Кэпчур Что Это Будет Стерео Два Канала Даже Необязательно Это Указывать Что Два Канала Мы Увидели Что Это Будет 16 Бит И 48 Килогерц Меня Это Вполне Устраивает Я Хочу Добиться Максимально Качественного Звука Поэтому Будет PCN Несжатый Звук Поступать Прямо На выход И Теперь Параметры Кодека Видео Кодек Видео Как я уже Говорил Кодекс Потерями Я использую В данном Случае Lebex 264 Брезет Ультра Фаст Потому Что У меня Слабая Машина И Мне Важно Кодирование В Реал Тайм Без Потерь Кадров Без Пропусков Тюн Фильм Потому Что Тюн Фильм Использует Также Качественный Деблокинг ЦРФ Это Некоторая Управление Битрейтом Если Вы Опытный Пользователь Вы Заметили Что Я Не Указал Видео Битрейт Так Вот Я Указываю В данном Случае Только Параметр ЦРФ Это Качество Видео Где 0 Это Максимальное То есть Псевдолослес 50 Это Наих Худшее 21 Это Среднее Параметр 17 Это То Что Человеческий Глаз Не Отличает От Лослес Соответственно ЦРФ 17 Меня Вполне Устраивает ФПС У меня 30 Кадров Секунду Следующая Настройка Отвечает За Расстановку Кейфреймов Кейфреймов Кейфреймы Это Те Фреймы По которым Можно Разрезать Видео Закодировано С помощью Любых 264 Я Устанавливаю Кейфреймы Ровно Каждый 30 Соответственно Форсирую Кейфреймы Форсит На 1 И У меня Будет Кейфрейм Расположен Каждые 30 кадров Или На человеческом Языке Каждую Секунду Поэтому Своё Видео Я Могу Порезать С Минимальным Интервалом В 1 Секунду Это Очень Удобно Например Видео На Ютюбе Имеют Произвольные Кейфреймы Они Могут Иметь Значение Например 3 333 И Порезать Видео Без Перекодирования Посекундно С С точностью До секунды Такое Видео Невозможно В моём Случае С помощью Фильтра FPC И Ручного Указания Кейфрейма В каждую Секунду Я могу Это Сделать Сцена Change Threshold Параметр Необязательный Я Его Указал На Всякий Случай Следующий Очень Важный Параметр Это Формат Пикселей Как я Уже Упомянул YQV 420P Используется В Twitch TV В Транскодере Используется В Транскодере Ютьюбе И Также Это Очень Просто Кодировать Для Кодировщика То есть Установив YQV 420P Вы Получите Значительный Прирост В Производительности Но я Хочу Получить Максимально Качественное Видео Которое При Просмотре В МПВ На Глаз Было Бо Невозможно Отличить От Соответственно Изображения На Экране Вот Если Такой Эффект Достигнут Ну Будем Считать Что Мы Тонко Настроили Тонко И Правильно Настроили Кодировщик Еще Один Max Muxing QSize Как Вы Можете Уже Догадаться Это Еще Один Буфер Это Буфер Относится Непосредственно К Муксеру МКВ Я Не Уверен Что Этот Параметр Используется Например В Муксере МПЕК 4 У У Указан 2048 И Все ОК Опять же Параметр Необязательный Я Указал Для Подстраховки Копи ТС Это Копировать Временные Метки Из В Хода На Выход То Есть Временные Метки В контейнере Может Указывать Как Димуксер Вернее Временные Метки Может Задавать Как Кодировщик Так И Муксер Соответственно Временные Метки Мне Может Задать Как Непосредственно Сам Либ И 264 Также Временные Метки Мне Может Задать Муксер Матрешка МКВ По Умолчанию Временные Метки Задает Именно Муксер Но Я Использую Параметр Копи ТС То Копировать Временные Метки Со входа На выход А Временные Метки Начинаются У меня С нуля Это Удобно Для того Чтобы Правильно Обрезать Видео Затем В дальнейшем Премонтаж И Два Эти Параметра Копи ТС Старте Зеро Это Эксклюзивные Параметры Для Контейнера Матрешка В Других Контейнерах Таких Как Транспорт Стрим То есть Точка ТС И МПЕГ4 То есть Точка МПЕГ4 Вот Эти Показатели Они Будут Называться По-другому Уже Так что Будьте Внимательны Дальше Лай Перезапись При совпадении Имен Абсолютный Путь К выходной Папке Название Видео И Расширение МКВ Соответственно В ФМПЕГ Муксер Выбирается На Основание Расширения Мы указали Расширение МКВ И ФМПЕГ Автоматически Для нас Выберет Муксер Матрешка Вот Такой Вот Длинный Рассказ Надеюсь Вы Еще Не Уснули И Последний Пример На Сегодня Абсолютно Все То же Самое Но Только Мы Добавляем Микрофон Делается Это Так Вы Записываете Команду FMP Клис Девайс Из Труд Так Как Мы Делали В начале Видео Выбираете Ваш Там Микрофон Это Может Быть Либо Микрофон Подключен К Линейному Входу Либо Это Может Быть Веб Камера Которая Уже В себе Имеет Микрофон И Просто Копируете Ее Имя Итак Абсолютно Все То же Самое За Исключением Небольшой Добавки Мы Добавляем Еще раз FDS Шоу Еще Одно Устройство Директ Шоу Также Указываем RT Буфер Сайз Ну На этот Раз Указываем Что Каналов У нас Один У меня Простой Линейный Микрофон Одноканальный Поэтому Я указываю Что Карта Каналов Одна Это Мона И указываю I-Audio Какой-то Свой Микрофон У меня Вот так Он Назывался То есть Виндовс Увидел Как Микрофон Скобочка Пять Устройство Спаде И там Кавычки Закрывались Вот мы Все Что Есть В кавычках Из Лист Девайсов Ctrl C Ctrl V Идем Дальше Теперь У нас Есть Три Устройства Screen Capture Recorder Virtual Audio Capture И Микрофон Далее Все То же Самое Что И в Первом Примере С Маленьким Отличием После Того Как Мы Закончили С Видео Фильтрами Мы Ставим Точку Запятую И Добавляем Аудиофильтр Амекс Амекс Нужен Для того Чтобы Смикшировать Вход Смикшировать Звук Поступающий С микшера Windows То есть Это Какие-то Системные Звуки Звуки Игры Звуки Из браузера Еще Какие-то Звуки Вместе Со Звуком Поступающим На микрофон Соответственно Давайте Посмотрим Как Будет Устроен Мэпинг 0 0 Это Screen Capture Recorder 1 0 Это Virtual Audio Capture 2 0 Это Микрофон Соответственно Нам Нужно Смикшировать 1 0 2 0 Фильтр Амекс Входа У нас 2 Соответственно Virtual Audio Capture И микрофон И некоторая Настройка Duration Longest Означает Что Фильтр Должен Перестать Действовать Когда На него Закончат Поступать Пакеты С того Устройства Которое Закончат Работать Последним Соответственно Мы можем Сказать Shortest Либо Longest Ну Соответственно Оптимально Является Longest И теперь Когда мы Смикшировали 2 Аудио Стрима Нам Нужно Заново Назвать Я их Просто Называю А Либо Аудио Все Мы сфильтр Комплекс Закончили Скобку Закрываем И так Как у нас Теперь Появилась Целая Куча Стримов Давайте Для тренировки Их перечислим Это 0.0 Screen Capture Recorder 0.1 Вернее 1.0 Virtual Audio Capture 2.0 Микрофон Четвертый Это V И пятый Это A У нас На выходе Получается 5 Стримов Нам Нужно Только Некоторые Из них Поэтому Нужно Указать Stream Mapping Указываем Mapping На выходе Мы хотим Видеть Stream С Индексом V И Stream С Индексом A Все С этим Мы Закончили И остался Последний Этап Это Настройка Видео И Аудио Кодека В Первом Примере Мы просто Делали Кодек Аудиокопи Но Здесь Мы Используем Аудиофильтр При Использовании Любых Видео И Аудиофильтров Обязательно Происходит Перекодирование Поэтому Нам Нужно Заново Указать Аудиокодек Соответственно Мы Посмотрели Что Virtual Audio Capture Поддерживает 16 Бит 48 Герц И Стерео Два Канала Соответственно Мы Это И Указываем PCM Незажатый Звук Для Максимального Качества 16 Бит 48 Тысяч Герц Два Аудиоканала С Аудио Покончено Кодек Видео В В Сегодняшнем Примере Это Либ 264 Презет Ультра Фаст Потому Что Мне Не Важно Какой Будет Размер Выходного Файла Хоть 1 Гигабайт Хоть 50 Гигабайт Мне Важно Чтобы Все Хорошо Захватывалось В Реал Тайме Тюнфильм Для Максимального Качества Видео Напомню Тюнфильм Хорошо Работает Вместе С Фильтром PP Который Отвечает За Деблокинг Параметрами Видео Рейта Отвечает Лишь Параметр CRF То есть Я указываю Только Качество А Битрейт Подбирает Сам FMPEG На свое Усмотрение Я ему Указываю Что хочу Видеть Качество CRF 17 То есть Ну Скажем Так Это Визуальный Лос-лес Когда Человеческий Глаз Уже Не может Отличить От Исходного Материала Вновь Закодированный Материал Это Приблизительно 17 16 17 Будет Достаточно Р 30 Кадры В секунду Эта Настройка Также Работает Совместно С Фильтром FPS 30 Форса Кейфрэммс Я говорил Устанавливаются Каждую Секунду Чтобы При Монтаже Было Удобно Разрезать Посекундно Видео И Важная Настройка Пиксель Формата Я уже Говорил Настройка Пиксель Формата YQVG 4M22P Соответственно Она Очень Тесно Связана Как раз Со Скейлом Где Мы Указывали Полный Цветовой Диапазон С Цветовой Субдискретизацией Чтобы У нас Была Полная Полный Диапазон На выходе Чтобы У нас Было Диапазон PC То есть 0-255 А вовсе Не BT709 Как Делают Ютюб BT709 Это Диапазон Для Телевизоров С Серьезной Потерей В цвете Я Всегда За качество Поэтому Из своего Старенького Компьютера 2012 Года Я стараюсь Выжать Максимальное Качество И С помощью Настроек Scale SOS Flux Pixel Форматов Я стараюсь Настроить Скажем Ну Максимально Точную Цветопередачу И Хочу Сказать Что В заключении Видео Хочу Сказать Что Данных Настроек Которые Здесь Указаны Вполне Будет Достаточно Чтобы При Просмотре Через МПВ Либо ФФ Плей Человеческий Глаз Не смог Отличить Изображение На экране От Видео Изображения Надеюсь Данное Видео Было Для вас Полезным В следующем Видео Я расскажу О Том Как Можно С помощью FMPEG Стримить На площадке Ютубе И Твич ТВ Всем До встречи